Здарова, здарова, дорогие друзья, с вами Булкин, и добро пожаловать на новику серию ПМТ, играем всегда на CCD Planet, сервер номер 2, и друзья, тут в общем такое дело, я от своих радостных вестей, да, от того, что у меня тут перестановки всякие, от того, что новый комп появился, совсем забыл в серии Тачка в придачку, подвести итоги с розыгрышем вот этой замечательной РСК 7, как бы, ну, помните, да, серия, где украинские братья, после этого уже вышла серия про белорусских, братья, я новую тачку сделал для розыгрыша, а в ней забыл подвести итоги, поэтому, ребят, перед тем, как мы начнем эту серию, я предлагаю сейчас быстренько подвести итоги на РСК, опять же, извиняюсь, что, ну, блин, первый раз, на самом деле, такое, что забыл в начале серии подвести, и после этого мы продолжим, потому что у нас сегодня очень важные дела. Так, ребят, ну, я предлагаю сделать это максимально быстро, копирую ссылочку, захожу на ранстав, вставляю ссылочку, все, как обычно, один победитель, и прямо сейчас мы узнаем, кто же счастливчик, и сегодня это Владик Фрончак, опа, это, возможно, кстати, парень из Украины, давайте посмотрим. Пацаны, ну, это, конечно, только мои догадки, потому что, судя по тому, как у него написано имя и вроде как фамилия на Ак-Як, это как раз-таки украинские, ну, фамилии, возможно, ну, насколько я знаю. Давайте мы напишем, в общем, по-моему, как раз-таки у нас такое совпадение, прям, привет, поздравляю, ты выиграл РС-7 на ССД Пленет, Пленет. Ну, а мы возвращаемся в МТА. Ну, в общем, да, все, теперь мы разобрались, эта тачка уходит победителю, поэтому я ее тогда, все, уже эксплуатировать, как бы, ну, конечно, я имею право, но не буду, пусть она, значит, находится в гараже спокойненько, пока победитель ее не заберет. Вот, соответственно, ребят, сегодня мы, наконец-таки, разрулим важные вопросы, значит, давайте мы, во-первых, заспауним тачки, которые, собственно, присутствуют у меня на данный момент в реальной жизни, и будем разбираться с номерами вообще, что там происходит, потому что сейчас полная путаница. Значит, смотрите, у меня есть М5, F90, ну, уже, правда, винил устарел, но, тем не менее, я думаю, что менять его я не буду, потому что это, как бы, знаете, такая история, тем более винил довольно эксклюзивный, и пусть он действительно остается на М5, F90. Значит, номера здесь соответствуют, все, я их никуда не девал, ООО-887-98, как бы, они сейчас там находятся, и, как бы, будут находиться, я думаю, до момента, пока я не продам М5. Дальше, значит, какая у нас еще есть машина? Сейчас бы вспомнить, подождите. Что еще тут у меня? Значит, у меня еще есть сейчас, получается, Цэшка, 63-я, вот тут нам надо... Ой, ебать, какая она грязная, даже в реальной жизни у меня такой грязной она еще не была. Здесь у нас уже есть маленькая, да, маленький недочет, потому что здесь флаговые номера, которые, собственно, у меня оказались после того, как обновление вышло, и добавили эти флаговые номера, и на тот момент у меня еще не было Цэшки, поэтому я, как бы, и не знал, что она у меня появится, и повесил их сюда. Да, но теперь у меня есть Цэшка, значит, соответственно, нужно сюда вешать ООО88778. Идем дальше, значит, есть у меня также Гелендваген, на котором установлены ментовские номера, то бишь админские, которые, собственно, вообще, в принципе, я так понимаю, что не достать, но Илгенот мне их подарил, поэтому, как бы, имею честь их, так скажем, носить на своем автомобиле. Значит, смотрите, тут вопрос весьма интересный, потому что их хочется на каком-то автомобиле, чтобы они висели, но, с другой стороны, теряется суть в том, что, как бы, у меня тогда, получается, опять же, не те номера, которые в реальной жизни на ней, на этой, на гелике установлены, то есть у меня там ОМР88798, после того, как я его вернул себе, после того, как продал, вернул, я думаю, что вы знаете эту историю, соответственно, это второй вопрос. Дальше, у нас еще есть Субару, Субару, где Субару, который подарил также Илгенот, и здесь как раз стоят те номера, которые стояли на Субарике до того момента, как появилась Сэшка, и, как бы, вот они, три Ольги, 88778, соответственно, нам нужно решить, здесь сейчас установлены, кстати, вы же даже не знаете, какие здесь номера, или я выкладывал свой инстаграм, или нет? Вот это, кстати, сейчас будет нормально, сейчас я вам, друзья, открою тайну, какие там номера, по-моему, я выкладывал все-таки, а может нет, блин, я не помню, прикиньте, реально, ладно, мы как раз узнаем, потому что номера рандомные там совершенно, если они здесь куплены, значит, скорее всего, я где-то об этом говорил, потому что, скорее всего, их кто-то купил, если же они свободны, значит, я об этом не говорил, и я их успею сейчас себе поставить, те, которые реально сейчас стоят на Субарике. Значит, смотрите, что мы делаем, сюда, значит, мы сохраняем отсюда номер, я их вешаю сюда, этот номер я сохраняю, его пока хз куда, я все-таки предлагаю, да, сделать реалистично, так, подождите, стоп, а ОМР, у меня на чем стоят, стопэ, так, подождите, я что-то не врубился, блядь, а у меня, а у меня ОМР-то, так, стоп, 888, а у меня, так, подождите, стопэ, У меня что, их, нет, стоп, 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 а, у меня есть сто девяносто восемь, блядь, только сейчас, прикиньте, до меня доперло, что, да, я тут, кстати, немножко расставил машину, правда, я думал, что они никому не мешают, но, видимо, мешают. Ребят, я только сейчас допер, что у меня, как бы, да, вот мне, опять же, Югенот в свое время в интуиции дарил этот номер, как бы, потому что на девяносто восемь, я так понимаю, занят, и до меня только сейчас дошло, что у меня есть же на М5Е60 ОМР-888, то есть, по сути, который, ну, конечно, стоил бы очень дорого, и в реальной жизни у меня его нет, у меня есть 887, поэтому, да, вопрос открытый, что делать? Значит, давайте сделаем следующим образом, так как у нас все равно ОМР не те, которые на гелике, поэтому на гелике я оставлю все-таки вот эти эксклюзивные, будем считать, да, что ментовские прям номерочки на моем гелике пусть остаются. Значит, наша задача Субару перевесить сюда, вот эти, с Цэшки ЯХЗКУ, да, это я предлагаю оставить на Рапторе, как, ну, в память о Тундре, потому что на Тундре как раз-таки появились ОМР-887, только не 198, а 98, ну, раз уж их нет, будем считать, что, да, пусть они остаются туда вот такие, как бы, почти те, которые были. И, собственно, остается только вопрос, куда повесить, так, ладно, давайте я, чтобы не запутаться, сейчас мы все уберем лишнее, значит, М5, а в 90 мы убираем, Раптор мы также не трогаем, где он Раптор, Раптор мы не трогаем, мы его тоже убираем, Субару нам нужна и, так, это тоже, Е60 мы тоже убираем. Значит, мы сейчас разбираемся с Цэшкой, я бы, во-первых, Цэшку помыл бы, поэтому давайте сейчас так, лишнее тоже я все уберу, значит, Гелик и, эээ, Гелик, где Гелик, блядь, Гелик и Субару пока мы убираем. А где Субару-то? Субару, вот, все. Теперь мы отправляемся на ЕКХ, значит, смотрите, надо, там у нас же есть мойка, по-моему, да, если не ошибаюсь, бензин есть, но бензина тоже, кстати, особо нет. Цэшка, блядь, та еще прожорливая сучка, на самом деле, она пиздец жрет, ну, как бы, 6,2 литра, а особо-то спорить и не хочется по этому поводу, потому что оно само собой. Ребят, единственное, что я хотел бы у вас еще узнать, вы знаете, я пока привыкаю ко всей этой новой обстановке, и, кстати, теперь, наконец-таки, камера закреплена ровно, то, о чем я говорил недавно совсем. Вопрос такой, как вы думаете, стоит ли меня сделать еще больше? Ну, типа, я могу же себя увеличить в размерах, тем более качество позволяет, я просто сейчас так, ну, примерно плюс-минус, как я был раньше в квадратике, ну, даже чуть больше я сейчас и так, поэтому, ребят, напишите в комментариях, я могу, в принципе, себя еще больше растянуть, чтобы, если вам интересно на меня наблюдать, такого плавного пацана снизу-справа, но я думаю, что, опять же, я буду перемещаться. Можно все-таки, да, я почитал ваши комментарии, по крайней мере, под GTA V RP вы написали, что лучше бы я переместился снизу-слева, потому что все-таки худ, он обычно находится снизу-справа, и он важнее, нежели мини-карта, потому что, типа, мини-карта, что там смотреть? Особо нечего, поэтому я, наверное, перемещусь, в ближайшее время снизу-слева буду в большинстве случаев находиться. Но, опять же, все будет зависеть от конкретной игры, но конкретно, опять же, да, всяких GTA-шках, я думаю, что это логично, именно расположение снизу-слева. Значит, ребят, давайте помоем С-шку, что-то как-то мне вообще неприятно на нее смотреть в таком виде, потому что, ну, как бы, такое себе реально. Вот, и сегодня реально, потому что, ну, реально какой-то беспредел, блядь, с номерами, просто все не на своих местах, и, как бы, учитывая, что там были такие перестановки, новые покупки в виде С-шки, надо все-таки расставить все по своим местам, чтобы было все четенько, потому что, в принципе, на CC Deep Planet у меня всегда так и было, что тачки, которые, в принципе, есть на сервере, они именно с теми же номерами. Так, значит, смотрите, остается только вопрос, куда флаговые вешат, потому что их хочется тоже повесить на какую-то тачку, такую, ну, пиздатую, на которой, в принципе, часто здесь катаюсь. Так, заезжаем на ЭКХ... Ой, бля, ЭКО-то опять ебаная. Так, проехали под шлагбаумом, аккуратненько. Так, значит, хранилище. Здесь у меня ничего нет. Получается, я сейчас сохранить... Сохранить номер с машиной и поставить случайный. Ага, все равно 300 донат единиц, то есть, да, тут, конечно, это все... Ну, ладно, ладно, давайте сделаем, что уж, у меня есть вообще что-нибудь? Сохранить? У меня, по-моему, должно было быть, я там недавно как раз на кейсы думал новые. По-моему, я там... Ну, сейчас проверим. Так, все, сохранить? Да! Ну, такое, пацаны, такое. Чистый рандом просто, чисто рандом. Какой-то АНМ, блядь, 275, 777. Так, хранилище у нас все. Эти номера появились. Значит, дальше. Что мы делаем? Мы также делаем сразу Субару. Бля, конечно, проще было Югенота позвать, чтобы сэкономить баблишко. Ну, ладно. Так, Субару берем в RxCI. Мы их также сохраняем. И сразу будем ставить те, которые у меня сейчас стоят на Субару. Вот я, опять же, реально, прикиньте, не помню, показывал я их или нет. Значит, хранилище. Сохранить? Да. Он опять какой-то рандом непонятный. Я так понимаю, что случайный номер, он всегда московский регион. И теперь, друзья, сразу я заезжаю и покупаю нужный мне номер. Блядь, я, прикиньте, забыл какой там номер. Не, я помню, но я лучше уточню, потому что сейчас, блядь, не тот куплю. Я, по-моему, не выкладывал в Инстаграм, реально. То есть, типа, когда я поменял номер, я вроде как это нигде... А мне... Блин, с другой стороны, мне кажется, что где-то я показывал, прикиньте. Там просто еще такой прикол получился небольшой с Домиником, что, типа... Где, блядь, у меня Субару-то? Когда я это делал-то? Вот, Сэшка появилась. Ага, вот оно. А, я показывал же, блядь. В ролике же показывал, ёбаный в рот. Вот, когда... Ай, Санек, я и думаю, где-то я все-таки не в Инстаграме, а в ролике, на ролике, в ролике на Ютубе я показывал, когда прощание с X3. Я думаю, что этот номер занят. Так, Е-169-ТА-198. Там просто фишка в том, что у Доминика на его копейке, на БМВ, у него ЕАД-168-198. А у меня, получается, буквы поменялись местами последние. Не ЕАД, а ЕТА. И на одну цифру больше. А так, было бы прикольно, если у меня было 168, то есть у нас, по сути, две разных буквы только было бы. Я думаю, что он куплен. НЕТ! ТААААК, пацаны, мне повезло. Всё, проверяем. ЕТА-169. Да, за игровую валюту 1 миллион, потому что этот номер, по сути, ничего не стоит. Всё, пацаны, вот теперь всё по местам. Реально на Субарике стоит тот номер, который стоит у Субарики. Звучит хорошо. Значит, с этим мы разобрались. Значит, теперь у нас Субару уже на нужных номерах. Теперь нам нужно с Сэшкой разобраться. Берём Сэшку обратно. И ставим на неё уже номер, который я только что сохранил с... Получается... Получается с Субару. Слишком дохуя операции я всяких сделал, по-моему, да? Можно было это как-то по-другому всё сделать. Так, сохранить. Подождите, установите, сохранить ещё 300 тысяч игровых. Всё, вот этот, правильно? Да, да, да. Всё, вот теперь всё просто чики-пуки, пацаны. Вот теперь всё по местам, реально. Так, и теперь у нас остаётся флаговый номер, который нужно куда-то засунуть, а я не знаю куда. То есть у меня есть таких пиздатых машин. В принципе, это, конечно же, вот это вот, Hammer Edition 124. Но здесь стоит СУК 3777. То есть, типа, этот номер легендарный... Куда он пропал-то, блядь? Алё. Куда исчезаешь, братан? Потому что это тот, в принципе, по-моему, первый купленный мной номер. Ну, такой, пиздатый именно. Ну, типа, СУК, помните, эта серия была? И вот тогда, когда у меня появился Широн, я, собственно, поставил этот номер на Широн. И после этого, вот, когда Широн исчез, я купил вместо Широна 124, чтобы Бугатти поменять на старый Мэрс, блядь. Вот. И как бы поставил сюда. Поэтому, ну, с одной стороны, пиздата здесь бы смотрелся флаговый, но с другой стороны, я хз. Так, ладно, ещё раз смотрю. Значит, у меня есть Р8. На ней почти тот номер, который там и был. РС-6 это у нас не то. Это пусть он как бы это самое. Ага. Так, это всё понятно. М5-F90. X5-M тоже с номером почти с таким, с которым он был продан. Так, здесь у нас ага. Здесь ага. Ага. Блядь. Чё-то я... Не врубейшн, блядь, нихуя. Чё-то я не врубейшн. Блин, почему у меня, кстати, вот этот... Я так и не понимаю. Видимо, победитель не отписал мне тогда, что ли? Помните? Он же тоже был в тачке придачку. Не, вот с РС-кой я забыл. А вот когда у меня что-то остаётся, значит, что же победитель не вышел на связь. Или что-то произошло. Надо будет поднять эту историю. Потому что вот эта тачка была в розыгрыше тоже. Так. Дальше у нас что тут? С-63. Тут аморал. Тут понятно. Г-а. Здесь, ну, такое именной. Это, кстати, что у нас? А, это когда я покупал, да, типа, показывал, что бы я сделал, если бы была аморал-версия 2.0. Его, в принципе, можно будет продать. Здесь тоже уже легендарно закрепившийся номер. Блин, пацаны, реально, прикиньте, проблема в том, что я не знаю, на какую тачку повесить. Камри тоже с теми номерами, которые были. Здесь у меня легендарные жиги. Опять же, приора. Блядь, я реально не знаю, на какую машину можно повесить номер флаговый. Типа, из тех, которые вот у меня точно останутся. И, типа, ну, здесь... Если какая-нибудь M5E60 интересная мне, здесь, как бы, ну, номер стоит у MR888-98, про который, опять же, я говорил, что... Номер... А где тачка-то, блядь? Почему он не появляется? А, сзади меня спавнится, я понял. Ну, типа, этот номер пиздатый, как бы, сам по себе, поэтому менять его на что-то не хочется. Ребят, реально, здесь уже на Рапторе мы его решили, здесь именной на Уракане. И, как бы, блядь, вариантов нет. Нужна какая-то машина. Пацаны, я думаю, что... Я думаю, что мы, знаете, как сделаем? Короче, я сейчас... Все, я понял, что я сейчас сделаю. Все-таки, я думаю, что логично будет сделать супер-блатной мерс. Я сейчас сделаю следующим образом. Я беру Хаммер Эдишн 124-й, редчайший. И с него все-таки сохраняю номер. Я сейчас просто себе сделаю повод для того, чтобы мне в ближайшее время все-таки купить гиперкар. Либо Агеру, либо, блядь, Бугатти Широн Суперспорт. Потому что и на него все-таки вернуть этот родной СУК 777-77. Значит, хранилище, смотрите, я просто-напросто... Так, как получается? Сохранить номер с машины и поставить в хранилище. Да, вот так, да, получается? Чтобы в одну операцию. Да, я мог сэкономить тогда. Ну ладно. Так, сохранить и установить. Все правильно? Значит, вы действительно хотите установить номер флаговый. Текущий номер будет сохранен, храним. Да. Ебать, сколько операций. Во, ребят, вот теперь даже смотрится получше. Нахуй эти три семерки на 77-м регионе, СУК, на старом Мерсе. Реально пиздато смотрится вот так, когда он на флаговом номере. Тем более, как бы, на моем именном Тревольге 887 выглядит реально пиздато. Теперь у меня в хранилище мой СУК 777-77, который уже, знаете, закрепился за всякими суперкарами, поэтому... Даже за гиперкарами. Поэтому моя задача теперь определиться. В ближайшее время у меня есть 29 дней, чтобы купить Агеру либо Широн. Пацаны, я думаю, что это все-таки будет Агера, потому что, ну, типа, Широн с Широном. Нахуй реально. Был у меня Широн. И Агера была, конечно, но Агера была давно и, как бы, недолго, поэтому... Все! Мы решили вопрос, и теперь, значит, смотрите, давайте по красоте расставлю я здесь все. Значит, смотрите, этот у нас флаговый. Дальше. Ну, так его, за компанию пусть он остается здесь. Значит, дальше F90. Практически. Сразу, чтобы потом это не парковать. F90. Красота. Так, дальше у нас, получается, идет из того, что у меня есть, это Ц-шка. Супер. Дальше. Гелик. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть вплотную, но... Ладно, перепаркую. Хорошо, что уж мне-то сложно, что ли? Так. Гелик. Ага. Вот так. Хорошо. Отлично. Смотрится прям заебись. Так, сюда мы ставим тогда Субару. Субару. Где у меня Субару? Субару. Бля, почему я не вижу сразу? Все, отлично. И еще остается Раптор, который тоже... Блин, да что ж ты так неровно встаешь-то, а? Ну-ка. Сейчас, ребят. Дела номерные мы решили за одну серию. Ну, реально. Потому что был бардак какой-то. Все, я глушу. И тогда уже давайте с той стороны поставим Раптор. Ну, типа а-ля как Тундра. Память. В принципе, на ней номер похожий стоял. У меня, видите, в 8.87 на 98-м так и не появилось этого номера. Так, Тундра, точнее Раптор у нас вот. Ага. Бля, грязный. Ну, что ты не в ту сторону-то, братан? Братан. Так, чувачок, только пожалуйста, пожалуйста. Сейчас, да-да-да. Тут целый автопарк по красоте, пока я все выставил. Надеюсь, никто это не сшибет. Привет. Сейчас я поздороваюсь. Раптор пусть будет грязный. Все-таки Тундра как бы здорово. Здорово. Итак, друзья, что мы имеем? Мы имеем следующее. Давайте посмотрим на эту красоту. Значит, все. Теперь дела решены. То есть, реально, теперь все, в принципе, так, как оно есть. Единственное, только с геликом я решил оставить там реально мусорской номер. Ну, чтобы прям было прикольно. А остальное все теперь по местам. То есть, смотрите, видите, на М5-F90 тот номер, который реально стоит в реальной жизни. На ЦЭшке тот номер, который стоит в реальной жизни. На Субару тот номер, который стоит в реальной жизни. То есть, по сути, я все вопросики разрулил, единственное, что вот, да, на гелик, за счет того, что нет родного номера, я оставил тот самый, не именной, а блатной, да, во всех смыслах номер, и, в принципе, вот тут вот сделал еще вот, ну, реально, мне кажется, что 124 на этих номерах смотрится прям хорошо, прям хорошо. Ну, и, соответственно, Раптор а-ля Тундра, то, что, в принципе, и должно было быть, ну, ну, вы поняли, короче, просто реально в память. Так что, пацаны, все, теперь все по местам, все по полочкам, все на своих местах, это прям вот порядок приведен прям идеально. Так что, ребят, огромное спасибо всем за просмотр, теперь, ну, конечно, с геликом-то, ну, блин, видите, нет у меня того самого родного чистого номера, можно было бы на гелик поставить с Раптора, ну, типа, мне кажется, пизжи вот так вот гонять на таком номерочке прям смотрится хорошо. Так что, пацаны, огромное спасибо всем еще раз, до новых встреч, всем удачи и всем пока-пока!